Дорогая Церковь, скажем слава нашему Господу! По милости Божией мы не исчезли, милость Господня еще простерлась сегодняшнее утро для нас, и я думаю, что Господь, Он подарил нам все возможное, что только мог бы нам сегодня дать. И для нас нету ничего лучше, чем быть в присутствии Господним. И поэтому служение, которое мы имеем, это просто дар Господний для каждого из нас. Другими словами, время, которое мы здесь имеем, это от Господа большой подарок. И если мы это понимаем и ценим, тогда мы очень хорошо и правильно осознаем, насколько близок к нам Господь. Почему? Потому что в наше, в настоящее время, совершенное время, есть те люди, которые не могут свободно собираться, есть те люди, которые терпят какие-то страдания и переживания за имя Господне. Мы здесь в свободе, и за это большая благодарность Господу. Мы не знаем, что с нами случится завтра, но то, что имеем сегодня, это большая благодарность Господу. И поэтому давайте мы еще раз скажем. Слава Богу! Слава тебе, Господь, что ты с нами, что ты любишь нас. Знаете, мы вспомним одну историю. Однажды на один рынок, на один базар привели человека, и продавали его, продавали его вместе, там, где и овощи продают, и фрукты продают, и, может быть, каких-то животных продавали, меха, всякие одежды, и там продавали этого человека. И знаете, наряду с тем, что были много покупателей, один царедворец купил этого человека, и, может быть, для тех, кто смотрел на него раньше, это был никто, и зовут его никак. Для них он был вообще человеком, который не интересовал их, но для этого царедворца, который купил имя ему Патифар, это было большое благословение. Это было большое благословение, потому что ради этого человека дом Патифара наполнился, наполнился тем благословением Господним и присутствием Божьим. Знаете, почему? Потому что Патифар купил, просто купил этого раба. Может быть, ничего не подозревая, раньше он купил этого раба на этом рынке, где продавали. И когда этот раб, Иосиф, он пришел в этот дом, Бог пришел вместе с ним. И знаете, насколько хорошо, когда с нами вместе ходит Господь. Знаете, я вчера говорил здесь, на нашем молодежном таком общении, и сегодня хочу сказать здесь, в церкви, о том, что наша цель и наше стремление – это то, чтобы с нами рядом всегда был Бог, чтобы мы понимали, что с нами Господь, чтобы мы понимали, что Господь нас не оставляет никогда. И знаете, это хорошо, и это приятно, когда с нами Господь, когда нас слышит небо. И знаете, цель моей проповеди, я постараюсь очень быстро, постараюсь быть очень быстро, чтобы не задержать, и хочу, чтобы мы поняли, что нам нужно сделать, чтобы с нами был Господь. Как нам нужно правильно жить, чтобы небо нас не оставило. Почему? Потому что в наше время, время такое совершенное, мы живем и понимаем, что нас окружает. И важно, когда с нами Господь, когда Господь работает в нашей жизни. Я прочитаю место священного писания, это написано, книга Иова, 29 глава, 19 стих. «Корень мой открыт для воды, и роса ночует на ветвях моих». Мы здесь видим, что Иов говорит, «Корень мой открыт для воды, открыт для Слова Божьего. Корень мой питается живою и чистой водой». То есть Иов, он признает это, что его жизнь, она зависит от этой чистой и прекрасной воды, живой воды, знаете, свежей воды. И второе, это роса на ветвях, и роса ночует на ветвях моих. Другими словами, сказал бы, что полный успех, который я имею в своей жизни, конечно же, у каждого из нас разное понимание успеха и процветания, может быть, материального, или может быть, какого-то другого, да? Но Иов хочет сказать, что полный успех, который я имею в своей жизни, это есть эта роса, которая всегда ночует. То есть это роса, которая всегда присутствует со мною. И знаете, хотелось бы понять, как жить так, чтобы корень твой был у воды. Хотелось бы понять, чтобы ты действительно был в присутствии Божьем, и чтобы эта роса, она всегда присутствовала на ветвях наших. То есть то, что определено Богом, то, что Господь приготовил для каждого из нас, чтобы оно было с нами. Я повторяю, может быть, кто-то из нас представляет, что это полное процветание и большие материальные богатства, я не об этом сейчас. Я о том, что Бог для каждого из нас приготовляет что-то. Вот те такие богатства духовные, и то процветание духовное, которое приготовил для нас Господь, Он хочет, чтобы это присутствовало на наших ветвях. И Иоанн это признает. Я хочу, чтобы мы поговорили. Знаете, если мы прочитаем Псалом 91, 15 стих, здесь написано так. 91, 15 стих, Псалом. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи. О чем здесь идет речь? Речь идет о праведнике. Речь идет о том человеке, который хорошо и правильно ведет свою жизнь, который имя носит праведник, и написано, что они в старости плодовиты, сочны и свежи. Какой результат? Результат тот, что если в старости мы можем быть плодовитыми и свежими, тогда в молодые годы, вы знаете, в средние годы, мы способны быть такими свежими, плодовитыми, мы способны быть теми, чтобы с нами был Господь и работал через нашу жизнь. Знаете, здесь написано, что в старости, но я думаю, что если в старости такими мы можем быть, тогда в средние годы, и тем более в молодые годы, мы обязаны быть такими. Мы обязаны быть такими. 13 стих говорит, праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Почему это происходит? Потому что пальма, она в очень жарких условиях находится, и почему-то там, где жарко, там, где пустыня, там, где все ищут воду, пальма ее находит, потому что корни ее глубоко опускаются и там питаются. И кедр, это дерево, которое растет высоко в горах, и где действительно нужно иметь очень крепкий корень, чтобы удержаться, когда дуют сильные ветра. И поэтому праведник, он такой человек, который способный в разных условиях жизни вместе с Господом преодолевать все эти трудности и переживания, которые встречаются на нашем земном пути. Праведник, он способный быть пальмой, способный быть кедром, начиная от одного критической ситуации в другую. То есть, он способный быть таким. Я хочу, чтобы мы подумали и, может быть, порассуждали немножко. Я всего лишь три таких момента сейчас вспомню, и мы с вами поговорим. Это первый, это 90, этот же 91 Псалом, 14 стих. «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего». Так вот, первое условие, которое должен иметь человек, христианин, для того, чтобы Бог был с ним, для того, чтобы Господь присутствовал в его жизни, ему нужно быть насажденным в доме Господнем. Что это значит? Это не значит просто сидеть на лавочке в церкви, в которую вы сегодня пришли, или, может быть, в место, которое вы собираетесь для служения. Насажденным в доме Господнем, это быть тем человеком, это быть тем христианином, который всегда старается быть в церкви для какой-то определенной цели, который всегда спешит туда, для того, чтобы помолиться в церкви, для того, чтобы принести молитву, не за себя, но, может быть, за других. Насажденный в церкви Господней, это тот человек, который старается жить для церкви. Что это значит? Это участвовать в росте церкви. Чем возможно? Что подарил ему Господь? Какой талант врученный был бы ему? Он это знает и понимает, и поэтому очень старается участвовать в росте церкви. Это значит быть насажденным в доме Господнем. То есть первое условие для того, чтобы работал с нами Господь, мы должны всем сердцем, всею своей душою, всей своей внутренностью быть в церкви, быть здесь, быть, знаете, быть действительно церковью Господа и невестой Господа нашего Иисуса Христа. И если мы есть такие люди, которые стараемся жить для церкви, которые стараемся трудиться в церкви, которые стараемся, может быть, молиться, нести каждый особенный свой труд, который ему вручил Господь. И в лице Божьем каждый труд очень дорогой. В лице Господнем каждый труд очень дорогой. Знаете, тот, который, может быть, является ответственным на парковке, это очень-очень ценный труд. И для кого-то это не ценный, но Господь, вручая этот труд, Он дает возможность этому человеку таким образом потрудиться для церкви, потрудиться для Господа. Кто-то убирает в церкви. Я не говорю уже о каких-то, может быть, других служениях, но уборка здесь в церкви, делая как для Господа, дело Божье, мы есть насажденные в Доме Божьем. Мы живем для того, чтобы трудиться. Итак, это номер один. Это такое, знаете, это первое, что нам нужно делать. Быть насажденными в Доме Господнем. Трудиться для церкви. Трудиться и быть активным участником. Быть сотрудником для Дела Божьего. Трудиться для того, чтобы церковь росла. Трудиться для того, чтобы церковь умножалась. Я знаю, у вас есть некоторые проекты, которые вы делаете. Все, что вы делаете в своей церкви, это все для Господа. Все может быть для славы Божьей. Для вас никакого на этой земле нет вознаграждения. Но для Господа это очень важно, что мы или каждый из вас занимается тем трудом, который врученный был непосредственно в этой церкви. Тем трудом, который он нашел в себе. Каждый христианин. Пускай Господь нас благословит. Конечно же, мы как христиане, придя сюда в церковь, мы здесь обновляемся. Духовные силы наши, они обновляются. И может быть, еще вчера мы были крепкими, сегодня мы станем еще крепче. Почему? Потому что здесь присутствует Господь, здесь присутствует слава Божья, и Бог укрепляет и благословляет нас. Различные трудности и проблемы, которые мы приносим сюда, Бог, Он видит, рассматривает, и знаете, помогает, и посылает ответ. Может быть, мы еще здесь сидим, а решение наших вопросов уже произошло. Возвращаемся домой, и все решено. Пускай Господь благословит, чтобы мы это помнили и знали. Здесь мы находим мир, находим мир друг с другом. Решение всяких вопросов. Знаете, много вопросов возникает, и вопросы возникают, которые, может быть, нас очень сильно волнуют, но только здесь, собравшись вместе, работая для одной прекрасной цели, прославить имя Господне, мы решаем наши вопросы. Может быть, здесь, мы, придя сюда, подставляем свое плечо. У нас все хорошо, но у кого-то плохо, у нас все нормально, но у кого-то есть трудности. Подставляя свое плечо, мы выполняем поручение Господне, и мы есть те, которые насажденные в Доме Господнем. А раз мы насажденные в Доме Господнем, Господь работает вместе с нами, и мы чувствуем Его присутствие в нашей жизни. Это первое. Второе. Открываем Псалом номер один, с первого по третий стих. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, а о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время своем, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Итак, мы видим здесь три стиха и три таких момента. Первое. Это наша святая жизнь и большая любовь к Священному Писанию. Первое. Это наша святая жизнь. Мы видим здесь, что блажен тот муж, который не делает, не ходит, не стоит. Я не буду много останавливаться. Я думаю, что каждому из нас понятно, где должен быть человек, христианин, человек, который верит Богу, который доверяет Господу, где он должен быть и что он должен делать. Большая благодарность Господу, когда Иисус Христос ушел на небо, посылает нам Духа Святого, Утешителя и Наставника, который наставляет и подсказывает нам. И наша совесть, и Дух Святой через нас разум работает с нами. И знаете, как хорошо, когда мы послушны и водимы Духом Святым. Если мы действительно в послушании, в большом послушании, не приносим жертву, а делаем послушание перед Господом, тогда Бог, Он работает вместе с нами. Иоанна 5, глава 18 стих, здесь написано так. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к Нему. Однажды, родившись от Господа, мы понимаем, что и где, и как мы должны быть. И поэтому, вот это вот состояние, вот эта вот жизнь, она делает нас таковыми, что корень наш всегда находится у воды. Что роса, она на наших ветвях, роса, она присутствует в нашей жизни. Наша жизнь, когда мы ее устраиваем, она действительно в Господе, и тогда она питается, и тогда она наполняется, и тогда Господь работает с нами. Действительно, когда мы с Богом, тогда Господь с нами, тогда Господь благословляет и устраивает все, в чем мы нуждаемся. И знаете, может быть, может быть, здесь Священное Писание говорит, и будет он, как дерево посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой. Важно, когда мы приносим свой плод. И может быть, может быть, в нашей жизни очень жарко, и даже нету ветерка, знаете, нам очень трудно. Или может быть, в нашей жизни приходит много проблем и много всяких испытаний, и мы замечаем, что вот как-то сильно тревожит нас Господь, как-то сильно бьет нас Господь. И знаете, ну, и нам кажется, что это невыносимо, и нам кажется, что это очень трудно. Но тот человек, который является пальмой, тот человек, праведник, который является кедром на Ливане, он сможет устоять. Почему? Потому что его корень в Господе. Почему? Потому что его корень, он очень глубоко. И поэтому, когда очень жарко, ты можешь питаться от Господа, и твой корень, он достает воду из глубины. Когда тебе очень трудно, когда тебе очень трудно в жизни твоей, ты можешь быть стойким. Почему? Потому что твой корень, опять же, очень глубоко, и тебе есть возможность устоять среди этих трудностей и переживаний. И знаете, можно было бы много говорить, что приходится встречать праведнику, но я хочу сказать, важное, важное это то, что если мы с Господом, тогда Господь с нами, тогда Господь с нами, и мы успеваем приносить плод, и мы успеваем быть полезными перед его лицом. Поэтому, знаете, враг душ человеческих дьявол, он как этот рыкающий лев в Священном Писании написано, что он, который ходит и ищет, чтобы нас как-то совратить, чтобы нам как-то помешать, и вот всякие технологии, всякие такие, знаете, возможности сейчас, суета, она отвлекает нас. И знаете, цель дьявола, чтобы мы просто, ну, расслабились немножко, чтобы мы просто не увлекались Священным Писанием, не увлекались и не вникали в то, что Господь хочет для нас говорить. Цель дьявола, чтобы мы пришли в служение, но как-то, ну, немножко еще думали про что-то другое, и отвлекаясь от этого, он отвлекает нас от чистой воды, отвлекает нас от этого свежего и прекрасного источника. Его цель, его цель, чтобы мы не попитались этой чистой водой, чтобы наши корни не пошли очень глубоко. И знаете, если мы не питаемся свежей и чистой водою, если наши корни не глубоко идут в Господе, тогда нам трудно устоять, когда нам жарко или когда дуют сильные ветры, когда куча всяких проблем и испытаний приходит в нашу жизнь. Нам очень трудно, и поэтому Господь, я не зря сказал вначале, дает нам эту возможность сегодня, чтобы мы смогли пустить свои корни. И знаете, может быть, мы сидим в этом зале и думаем, вроде бы все хорошо, вроде бы все прекрасно, и Господь как-то вот со мной все живет, все нормально. У меня нету никаких больших проблем. Но я хочу, знаете, еще раз напомнить, что мы живем в то время, когда Господь все больше и больше тревожит нас, чтобы мы задумались, с кем мы идем, и с нами ли Бог, с нами ли Бог, Господь ли с нами. Знаете, когда Иосиф попадает в этот дом, Бог приходит вместе с ним, и то благословение и устройство, оно приходит в дом Патифара. Работает ли с нами Господь? Чувствуем ли мы его присутствие? Чувствуем ли мы его заботу? Как он с нами работает? Пускай Господь нам покажет сегодня, и чтобы мы, поправляя свой путь, могли питаться у источников чистых, у источников живых, которые приносят силу, которые приносят благословение и устройство. Итак, номер два. Номер два. Мы должны питаться у Слова Божьего. Знаете, много раз слышим мы о том, что Священное Писание, оно живое, оно действенное, оно способное решать все наши вопросы, но почему-то в настоящее время, смотря за своей жизнью, приходится наблюдать, что как раз вот именно и Священное Писание, это чистый, святой источник, который приносит силу ни что другое, ни друзья, никакие, может быть, материальные условия, но святое, чистый источник этот как-то стает подальше. Мы как-то стаем более занятыми, и знаете, и технологии у нас лучше, и хозяйкам намного прекраснее, и стирают они уже не так долго, и кушат, варят быстрее, потому что есть, ну, всякие технологии, я не об этом сейчас. Я хочу сказать, что все вы согласны, что жизнь у нас легче стает, и еще легче, и скажу, и еще легче, и передача информации стает легче, и сообщение стает легче, и транспорта у нас больше, и эта вся технология работает для устройства нашей жизни, но вот Слово Божие со всеми этими технологиями стает от нас дальше и дальше, а Господь говорит, пожалуйста, приближай его, пожалуйста, приводи его сюда. Знаете, как эта смоковница, которая была обкопана, как эта смоковница, которая была обложена этим навозом, и знаете, хозяин, он еще больше облаживал, и еще на один год попросил. И знаете, в нашей жизни именно так и происходит. Облаживаемся мы этим навозом, облаживаемся, еще один дом построим, еще машину купим, есть много машин, еще купим одну, еще построим вот этот бонус-рум закончим, еще один китчен закончим, еще вот такое вот купим, еще это построим, еще нужно шап, еще бизнес открыть, еще вот это, вот это и вот это. И этот навоз, он нас так облаживает, что в конце концов эту смоковницу, ну, пришлось срубить. Знаете, пускай Господь благословит нас, чтобы мы могли приносить плод при всех этих обстоятельствах, при всех этих, знаете, жизненных условиях. Господь хочет, чтобы мы приносили плод, чтобы мы питались у этих чистых и свежих источников. У этой живой воды ничто другое не дает так силу, как этот свежий и чистый источник. Это номер два. И номер три. Прочитаем Иеремии, 17 глава. Я уже буду заканчивать, чтобы все запомнили. 17 глава, 7-8 стих. Иеремии, 17 глава, 7-8 стих. Благословен человек, который надеется на Господа и у которого упование Господь, ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время затухи оно не боится и не перестает приносить плод. Прекрасное условие. Замечательное условие. Я думаю, что каждый из нас хотел бы быть этим деревом. Есть одно, есть одно но. Это написано в 7 стих. Благословен человек, который надеется на Господа. Все, что нам нужно. Дорогие друзья, дорогая церковь. Третье. Это то, что нам очень необходимо. Это надеяться на Господа. Нам нужно всем своим сердцем, всю свою жизнь, всего себя отдать для Господа. Надеяться на Него. Во всех обстоятельствах нашей жизни надеяться на Него. И можно было бы много говорить, какие милости являет нам Бог. Сколько Он нам помогает. Я хочу просто закончить на этом свою проповедь. Чтобы мы понимали, что благословен тот человек, который надеется на Господа. Аминь. Продолжение следует.